Вы смотрите программу «Губерния» и вот главная тема выпуска. Очередная партия гуманитарного груза отправилась из Иваново в Курск. Жители нашей области собрали 20 тонн товара в первой необходимости. Это железнодорожные пути на улице Тимирязева в Иванове. Именно здесь 28 августа под поезд попала 12-летняя велосипедистка. Сколько еще людей пострадало в Ивановской области на железнодорожных путях, расскажем. Подарки и мастер-классы для детей из Донецка, Луганской и Харьковской областей. В преддверии 1 сентября беженца в доме-интернате лесное навестили сотрудники УСИН. Ивановские дорожники придумали новый способ латать дырок голубями. Несколько птиц влипли в гудрон намертво. В благоустройстве мемориала «Красная талка» в Иванове затянулось. Мэрия винит поставщиков строительных материалов, а вот прокуратура нашла других виновников. Кого узнаете сегодня в программе. Это очень провокационный вопрос. Вопрос о бюджетных местах, проходных баллах и новой системе приема льготников. В этом году Ивановские вузы приняли 4000 студентов. Зафиксированы как высокие проходные баллы, так и рекордно низкие. Всего 120. А также не пропустите. В Тейкове стреляли. Мы выяснили, по какому поводу. Медицинская доставка. Привезли и выгрузили во дворе. Вышел начальнику департамента строительства. Продлили срок нахождения в СИЗО. Напомним, по какому поводу он там находится. Прямо сейчас об этих и других событиях подробнее. В прямом эфире Алина Марычева. Добрый вечер. И вновь мы начинаем выпуск с трагических известий. В ходе спецоперации погибли двое наших земляков. Последний путь проводили Егора Азарова и Николая Бабылева. Егор Валерьевич Азаров служил стрелком-помощником гранатоменчика в воинской части другого региона. За отвагу и храбрость, проявленные в ходе специальной военной операции, награжден Орденом Мужества посмертным. Старшина самоходно-артиллерийской батареи Николай Александрович Бабылев проходил службу на территории другого региона. За проявленные героизм и самоотверженность представлен к награждению Ордена Мужества посмертно. Губернатор Станислав Воскресенский выразил соболезнования родным и близким героев и поручил оказать всю необходимую помощь их семьям. Очередная фора с гуманитарным грузом отправилась из Иваново в Курск. Это уже третья партия гумпомощи, которую собрали жители нашей области. Сопровождать груз, как и прежде, отправится зам директора благотворительного фонда своих «Не бросаем» Денис Тупицын. Он рассказал губернатору, что текстиль, который они привозят на разгрузку, там отправляют в первую очередь. Настолько эта продукция сейчас востребована. И постельное белье, и полотенце. Остро нуждаются в пунктах временного пребывания, в одежде, гигиенических средствах, пледах, продуктах, которые могут долго храниться. Еще сейчас мы купили несколько компьютеров, отправляем, потому что нам сказали, что не все жители Курской области смогут, дети, пойти в школу. И поэтому мы собрали какую-то оргтехнику для того, чтобы дать детям, чтобы они могли учиться дистанционно. Это третья партия гуманитарного груза, который собрали жители Ивановского региона. Ранее уже было отправлено 40 тонн различной продукции. Централизованным сбором помощи занимается благотворительный фонд «Своих не бросаем». Впрочем, вещи первой необходимости собирают и отводят в пункты временного пребывания Курска и другие общественные объединения области. И отдельные волонтеры самостоятельно. Я всех благодарю. Во-первых, жителей нашего региона, волонтеров, общественные организации, предприниматели, национальные объединения, все, кто подключился. Мы всегда славились тем, что у нас регион неравнодушных людей, очень отзывчивых. В этот раз получилось точно так же. Так что спасибо вам всем огромное. Дорогие куряне, понимаем, насколько сложная ситуация у вас сейчас происходит. Я сама неоднократно была в Донецке. Я знаю, что такое жить под обстрелами, постоянной сиреной и тревогой. Я желаю вам мужества пережить все эти тяжелые дни. Вся Россия, город Иваново, Ивановская область с вами. 14 сентября на празднике урожая, который пройдет в Ивановском парке Степаново, фонд планирует организовать сбор гуманитарной помощи. Татьяна Прокопенко, телекомпания «Барс». В пятницу в соцсетях жители Тейково стали рассказывать, что в 4 утра в городе были слышны выстрелы и взрыв. Многие из комментаторов посчитали, что это были сбитые беспилотные летательные аппараты. Предполагалось, что они направлялись в Ярославскую область, где нефтеперерабатывающий завод подвергался атакам уже три раза. Однако в официальном сообщении Минобороны было указано, в течение прошедшей ночи средствами ПВО было уничтожено 18 беспилотников. Но Ивановская область в списке регионов не значилась. На официальный запрос нашего сайта Иванова Ньюс факт стрельбы все же был подтвержден. По информации Тейковской ракетной дивизии, в ночь на 30 августа была проведена ночная внезапная тренировка готовности сил и средств по противодействию возможному нападению на воинскую часть в условиях, приближенных к реальным задействованиям вооружения. Силы и средства подтвердили свою готовность к выполнению задач. К слову, за день до этого, в четверг, в Тейкове прошли также учения по отработке комплексного сценария по действиям при захвате заложников, получении сигнала гражданской обороны, воздушной тревоги во всех общеобразовательных организациях города. Кроме работников школ, в учениях приняли участие Росгвардия, полиция и МЧС. Подарки, игры и мастер-классы для детей из Донецка, Луганской и Харьковской областей. В преддверии 1 сентября сотрудники УФСИН вместе с уполномоченным по правам человека навестили беженца в доме-интернате «Лесное». Наша съемочная группа тоже отправилась туда. Дом-интернат «Лесное». С 22-го года здесь, в пункте временного размещения, живут беженцы из Луганской, Харьковской и Донецкой областей. Среди них 16 детей. В преддверии 1 сентября их пришли поздравить сотрудники УФСИН вместе с уполномоченным по правам человека. На протяжении уже 8 лет мы занимаемся сотрудниками исправительных учреждений Ивановской области. Совместно с осужденными, с подопечными нашими мы занимаемся благотворительными акциями. В преддверии 1 сентября мы решили принять участие и навестить ребятишек, которые прибыли к нам в Ивановскую область. От сотрудников исправительного учреждения целый стол подарков. Констовары, пеналы, пазлы, сладости, гигиенические принадлежности, а еще несколько мягких игрушек и носочков. Все это своими руками шили осужденные женщины ИК-7. А вот подарок от ведущего – игры, конкурсы и фокусы. Друзья, ну давайте сейчас мы, наверное, все вместе, у нас скоро день знаний, да, начнем что-то желать ребятам в преддверии школьных дней. Вот так вот, давайте со взрослых. Что мы пожелаем? Пятер. Пятер. Все, оценки, хорошие оценки. На маленький праздник пришли взрослые. Елена приехала с дочкой из города Изюм Харьковской области. Эвакуировались вместе с соседями. На родине остались родители и сестра. Общаться часто не получается из-за боевых действий. Здесь мы живем, у нас все хорошо, живем дружной семьей, никто не обижает все, что замечательно. К нам часто приезжают, спасибо, не забывают. Вот, ну вот, живье, очень хочется прям свое живье, так как там, там разбито все. Это, конечно, беспокоит не только меня, это беспокоит многих людей. Я понимаю, что нас много, и жилье это дело наживное, но тяжело, это тяжело. Я работаю, как только оформили документы, приняла гражданство и пошла работать. Работаю пекарем, работа нравится, да, все хорошо. Татьяна тоже приехала из Харьковской области. Сейчас на пенсии. Хочет работать, но не может ухаживать за пожилой мамой. Сейчас обзавелась несколькими подругами в Иванове. Старается посещать разные города, ходить на экскурсии. Надеется посмотреть Волгу. Подобные встречи, говорит, спачивают взрослых и развлекают детей. Самое главное, здесь безопасно. Первое время было очень тяжело морально, потому что потеряли свои дома, свой уклад жизни. Но со временем, благодаря теплоте, уважению и пониманию со стороны руководства ПВР, со стороны организаций всевозможных, со стороны всех ивановцев, всегда изначально я была благодарна, потому что понимала, что происходит в мире и понимала, что значит для меня Россия. Изначально. Поэтому куда-либо я бы никогда и не уехала. В конце праздника мастер-класс. Ребята смогли своими руками сделать себе подарок – раскрасить шоппер. После мероприятия с семьями пообщалась уполномоченная по правам человека. Моя миссия немножко позаичнее. Мне предстоит пообщаться со взрослыми, жителями социального учреждения, узнать, нет ли каких проблем на сегодняшний день. Должна отметить, что в первый год пребывания ПВР на территории Ивановской области, конечно, болезненных вопросов было намного больше. И мы их отрабатывали. Между тем, по нашей информации, в ближайшее время в Ивановскую область могут прибыть жители из Курской области. Алина Марчева, Григорий Марсьянов, телекомпания «Барс». Благоустройство мемориала «Красная талка» в Иванове не будет закончено в срок. По контракту работу надо завершить до сентября. Однако, по данным прокуратуры, подрядчик выполнил их лишь на треть. Причины мэрии и надзорный орган называют разные. В пятницу пресс-релизы о ходе благоустройства мемориала опубликовали и прокуратура, и администрация города. По информации надзорного органа, подрядчик приступил к работам не своевременно, но не по своей вине. Концепцию благоустройства для разработки проектно-сметной документации в Центр территориального развития передали только в июне. В итоге сейчас готовность объекта меньше 40%. При том, что по муниципальному контракту срок завершения работ 1 сентября. Руководителю правительственного комплекса строительства Сергею Чеснокову и подрядчику ДСУ номер один внесены представления. В свою очередь, в Ивановской администрации сообщают, что на сегодняшний день выполнены все трудоемкие работы. Проложены подземные коммуникации для освещения, обустроена дренажная система, уложены борта тротуаров, очищены бюсты, заменена кирпичная кладка стен. Сроки не удалось выдержать из-за задержки с поставкой материалов. При этом еще в середине июля в мэрии понимали, что к сентябрю не успеют. Сейчас идет подготовительная работа. В принципе, договорились, что они сконцентрируются на тех вещах, которые необходимо сделать до осеннего периода. Планируется в этом году, до 1 ноября, данный объект ввести в эксплуатацию. В этом году в Ивановской области под поезд попали уже пятеро человек. В большинстве случаев аварии происходит, когда люди переходят железнодорожные пути в неположенном месте. Так, 28 августа на улице Тимирязева под поезд попала 12-летняя велосипедистка. Что предлагают ивановцы и РЖД, чтобы аварий стало меньше, в репортаже Марии Покровской. Это железнодорожные пути на улице Тимирязева в Иванове. Движение здесь стало более интенсивным, появились ласточки и орланы. Однако это не мешает ивановцам использовать железную дорогу, как сокращение пути между улицей Фрунзе и улицей Тимирязев. Именно здесь, 28 августа, под поезд попала 12-летняя велосипедистка. Девочка осталась жива, хотя и получила переломы, травмы и сотрясение мозга. Скорую вызвали быстро. На ЖД-путях на улице Тимирязева всегда много людей. Просто слышим, поезд гудит, гудит, а потом на улицу вышли, смотрим, здесь скорая стоит, народ ходит. Ну, уже девушки не было здесь, говорят, ее уже в скорую положили. В феврале этого года на этом же самом месте локомотив сбил женщину. Она тоже выжила, но последствия встречи с поездом еще дает о себе знать. После двух аварий людской поток на железнодорожных путях на Тимирязева не иссяк, наоборот, увеличился. Именно этот переход соединяет два больших района, улицу Тимирязева и Фрунзы. Здесь переходят пути, чтобы добраться до работы или до школы, или до магазина. Спортсмены спешат по этой железной дороге в спортивную школу «Спартак». Можно выбрать и безопасный путь по Минеевскому мосту, но это долго, больше километра. Неудобно, а зимой, когда эстакаду не особо тщательно чистят от снега, еще и небезопасно. А потому что через верх неудобно ездить. Я смотрю внимательно. Там туда-то мне очень далеко. Мне тяжело ходить так далеко. А где же тут ходить-то? В РЖД с ДТП на железнодорожных путях на Тимирязева решили справиться одним махом. Перед путями 29 августа вырыли траншею, чтобы никто не ходил. «Наше обращение к тому, что их деятельность, их работа приведет к более тяжким последствиям, потому что перекопали целую траншею. Теперь люди тут, видим, не освещены, а люди и ночью ходят. То есть люди еще и головы, и ноги переломают. Вот на что они сказали, что у нас есть команда, мы выполняем команду». Видимо, здравый смысл победил. Ровно через сутки, 30 августа, траншею закопали. Но больше ничего делать не стали. А зря, считают ивановцы. Жители города оказываются неоднократно обращались в РЖД для организации здесь на опасном участке пешеходного перехода. «Мы уже лично обращались с просьбой в управление железной дороги города Ярославля, ну, северной железной дороги, об организации здесь переезда, перехода, пешеходного перехода. На что нам была ссылка сделана на администрацию города Иваново. Мы обратились в администрацию города Иваново. Нам сказали, это вот года два или три назад мы это делали. В администрации города Иваново сказали, что сейчас денег у нас нет, но на будущий год мы запланируем. Будущий год прошел, ну и ВОЗ, как ныне там». В РЖД утверждают, что делают на переездах многое, но речь об официальных переездах. На стихийных же ставят специальные указатели и кое-где камеры видеонаблюдения. Ивановская область считается лидером по количеству железнодорожных переездов, особенно в черте города. Также сейчас идет обильная работа по приведению всех железнодорожных переездов в эталонное и в эстетическое состояние. Также существует программа ВОЗ РЖД по безопасности на железнодорожных переездах. Статистика аварий на железной дороге в регионе неутешительная. В этом году под поезд попали пять человек, из них двое детей. Причина в большинстве случаев переход ЖД путей в неположенном месте. Как и здесь, на Тимирязево, где местные жители просят поставить для безопасности хотя бы шлагбаум. Здесь раньше стоял шлагбаум. Как поезд едет, шлагбаум отпускается, извинит этот, как звонок специальный. Здесь раньше дорога же была, здесь проезд был. Ну, машины проезжали, все. Я не знаю, почему убрали. Сделали бы лучше так же, чтобы шлагбаум стоял. И люди будут понимать, что поезд едет. Кажется, ивановские дорожники придумали новый способ латать дыры голубями. Именно так заделали ямы на пересечении институтского проезда улицы Лебедева-Кумача. Зрелище, однако, жуткое, так что особо впечатлительных просьба не смотреть. На просторах интернета появилось фото, на котором были прилипшие к битому голуби. Мы решили лично убедиться в правдоподобности неприятного зрелища и съездили на место происшествия. Когда мы приехали, нас встретило четыре буквально вросших в землю голубя. Как рассказывают местные, одного претендента на верную смерть удалось спасти. Он прилип лапами, но жители сразу заметили это и помогли птице выбраться из липкой субстанции. Кто этот убийца голубей и что за новый способ закрывать ямы? В администрации говорят, здесь по плану проводили ямочный ремонт. Обычно срок застывания материала 15 минут. Но не стоят жаркие. Голуби, очевидно, подумали, что это лужа и решили искупаться. На ограждение они, увы, не смотрели. Так и прилипли. Сейчас у нас короткая реклама. Вот о чем расскажем после нее. Это очень провокационный вопрос. Вопрос о бюджетных местах, проходных баллах и новой системе приема льготников. В этом году Ивановские вузы приняли 4000 студентов. Зафиксированы как высокие проходные баллы, так и рекордно низкие всего 120. Поцарапали машину, сломали лавочку, украли имущество. Позаботиться о безопасности поможет система видеонаблюдения от Интеркомтел 939393. В прямом эфире программы «Губерния» мы продолжаем выпуск. Бывшему начальнику областного департамента строительства и архитектуры Александру Батурину продлили содержание под стражей до 4 ноября 2024 года. Напомним, экс-чиновник обвиняется в растрате бюджетных средств. Александра Батурина задержали в начале июня по месту жительства в Коврове. На тот момент он занимал пост министра архитектуры и строительства Владимирской области. Уголовное дело связано с ремонтом Ивановского кинотеатра «Современник» в 2019 году. По версии следствия, Батурин подписал тогда акт приемки проектной документации, разработанной для капитального ремонта здания кинотеатра «Современник» без проведения обязательной государственной экспертизы о достоверности сметы. Областному бюджету нанесен ущерб по около 12 миллионов рублей. Выявило нарушение прокуратуры спустя годы, после чего материалы передали в полицейское следствие. В итоге было возбуждено уголовное дело. 9 июня Фрунзенский район из суд Иванова по ходатайству следствия отправил Александра Батурина в СИЗО. Потом срок содержания под стражей был продлен до 4 ноября этого года включительно. 4 тысячи студентов приняли Ивановские вузы в этом году. Зафиксированы как высокие проходные баллы, так и рекордно низкие. Всего 120. Кроме того, целевиков принимали по новой системе. Абитуриенты сами выбирали с кем хотят заключить договор. Дарья Костина встретилась с ректорами ведущих вузов. Внимание, ее репортаж. Тысячи выпускников школ стали студентами Ивановских вузов. С этого года кардинально изменился прием по целевым направлениям. Об этом мы поговорили с ректорами ведущих университетов. Немного цифр. В этом году в области 3 тысячи выпускников школ. Бюджетных мест в вузах около 4 тысяч. Получается, хватает на всех. По статистике четверть абитуриентов уезжают из региона. Примерно столько же приезжают из других областей на учебу к нам. Ивановский медуниверситет традиционно большой спрос. В этом году добавлены две новые специальности клиническая психология и сестринское дело к существующим лечебное дело педиатрии и стоматологии. Всего 360 бюджетных мест. Всего поступило порядка 600 человек на эти специальности. Кроме того, проводился прием в ординатуру по широкому спектру специальностей. Порядка 200 человек получат специальности ординатуры. Ну и вот в настоящее время продолжается прием по программам аспирантуры. В этом году набрано на 10% студентов больше, чем в прошлом. В медвузах самая большая целевая квота. Для первого курса до 70%, до 100% для ординатуры. Так государство пытается решить проблему нехватки кадров. Заказчики это организации, которые будут трудоустраивать выпускника. Департаменты, Министерство здравоохранения регионов, органы исполнительной власти, например, ФСИН, крупные корпорации, такие как РЖД. В этом году правила приема целевиков поменялись. Раньше абитуриент должен был обратиться к заказчику, заключить договор, предоставить его в приемную комиссию. Теперь заказчик на госпортале Работа России выставляет предложение на целевые места. Откликнуться могут абитуриенты из любых регионов. Далее конкурс. Место отдают выпускнику с наибольшими баллами. Только после поступления работодатель узнает имя своего будущего сотрудника. Считается, это исключает коррупционный фактор и усиливает конкуренцию. Для одних плюсы, для других минусы. Главный минус для абитуриентов это возросшая конкуренция. То есть, желаемое интересное предложение теперь может достаться другому человеку. Но, с другой стороны, есть предложения, которые не очень интересны, и абитуриент с низкими баллами может в последний момент перепадать документы туда и гарантировать себе зачисление. Может быть, не в тот вуз, который он хотел, не на то место, на которое он хотел, но все равно поступить. Поэтому система со своими плюсами и минусами. Первый год пробный. Посмотрим, что поменяется к следующему году. В этом году по новой системе набрали 200 целевиков. Это больше, чем в прошлом. Незанятые места были переданы на общий конкурс. Всего по нему поступили 160 человек. Владимир Марковнин отмечает, нельзя говорить, что баллы поступающих на целевые места заведомо ниже, чем по общему конкурсу. Зависит они от заказчика. Например, департамент Ивановской области Министерства Московской спрос большой, проходной балл высокий. Есть целевые места от Липецкой области и других отдаленных регионов. Поехать туда желают единицы. Потому по этой квоте на бюджет поступил абитуриент, правда, один, с минимальными 120 баллами. По школьным меркам это троечник. Мы задали вопрос, который Владимир Марковнин назвал провокационным. Такой целевой набор не снижает ли шансы на поступление студентов с более высокими баллами по общему конкурсу. Это политика государства. То есть государство дает возможность людям, которые не очень хорошо сдали единый государственный экзамен, все равно реализовать себя в желаемой специальности, наложив на них определенные обязательства. С другой стороны, что не все целевые места заполняются, не все квотные места по особой отдельной квоте заполняются, поэтому у абитуриентов, которые не имеют особых прав для поступления или не хотят заключать целевой договор, у них все равно есть реальная возможность поступить на бюджет. Проходные баллы на бюджетные места по общему конкурсу в этом году на лечебное дело 232 балла, то есть это примерно по 75 баллов в каждый экзамен по ЕГЭ. На педиатрический факультет 195 баллов, то есть 60 с небольшим, и на стоматологический факультет 272 балла, 275 баллов. И главное, добавляет Владимир Марковнин, поступить одно да учиться другое. Если студент не сможет освоить программу, он будет отчислен, диплом не получит. При этом предусмотрены штрафные санкции. Сейчас это возврат полной стоимости обучения. Есть еще льготные категории, по ним цифры в каждом вузе плюс-минус одинаковые. 10% квот отдают детям-инвалидам-сиротам. И 10% детям-участников спецоперации и самим бойцам. Обычно места полностью не заполняются, передаются на общий конкурс. Понятно, что льготники выбирают трендовые направления. Например, в ИВГУ это традиционное IT-направление, реклама и связь с общественностью. А в этом году неожиданно еще и отечественная филология. Тут проходной балл под 240. Всегда большой спрос на юриспруденцию, но бюджетных мест по направлению нет. Такова позиция государства. В специальности, связанные с физикой, химией, математикой, нанотехнологиями, пользуются меньшим спросом. Сложные науки трудно сдавать на ЕГЭ. Нередко поступают на них ученики среднего уровня подготовки, но обязательно перешагнувший порог установленной Миноборнауки. Миноборнауки. Здесь все зависит уже от мастерства и искусства педагогического коллектива, который принял этих абитуриентов, по сути взял на себя обязательства, дальше понимает, что наша миссия в любом случае подготовить специалиста, подготовить кадры, которые пойдут дальше работать. ИВГУ заполнил все бюджетные места в основной этап без дополнительного набора. Это свыше тысячи студентов, более 700 из них бюджетники. Получилось это не у всех вузов. Принимаются не только выпускники этого года, но и прошлых лет еще выпускники колледжей. Правда, процент это небольшой, как и невелика, доля целевиков. С целевиками в этом году ситуация не самая хорошая, на мой взгляд, но не хуже, чем в прошлом году. Если в прошлом году было 27 целевых договоров, то в этом году это 10 целевых договоров у нас и в ШУИ 6, 16. Но в целом, конечно, нет. Это не удовлетворительная ситуация. 16 целевых договоров. Это значит, что через 4 года, если они доучатся, они расторгнут контракты целевые. Например, 16 педагогов по целевому только выйдет. Надеется Алексей Малыгин и на новую систему набора через портал Работа России. Пока же не все работодатели-абитуриенты разобрались в нюансах. При этом дефицит кадров есть во многих сферах в медицине, образовании, строительстве и экономике. Столько же целевиков и в энергоуниверситете, хотя в этом году ВУЗ принял около 1000 абитуриентов на бюджетные места. Больше, чем в прошлом. Средний балл за каждый предмет 66. На топовые специальности он выше, на менее востребованные ниже. В основном, целевые места связаны с атомной энергетикой, то есть заказчиками наших будущих выпускников являются атомные станции и другие подразделения и компании, входящие в контур управления госкорпорацией Росатом. Традиционно мы принимаем абитуриентов примерно с 25-35 регионов. В этом году средняя цифра 30 регионов, а распределение по прошлому году выполнено в 75 регионов нашей страны. И кроме того, заявки с зарубежных наших партнеров это Турция, Бангладеш и другие страны. Среди топовых направлений IT инженерные профили. В этом году в Энерго запустили новую специализацию системы контроля и управления атомных станций. На 25 бюджетных мест пришли сильные абитуриенты. Доля коммерческого образования в Ивановских вузах около 30%. Стоимость обучения за год от 120 до 190 тысяч рублей. Дарья Костина, Денис Железов, телекомпания Барс. Нашу редакцию обратили жители одного из домов с улицы Якова Горелина. Ивановцы стали свидетелями своеобразной медицинской доставки до дома пациентов. Эти кадры сделаны утром в среду. По словам очевидцев, машина 7-й горбольницы привезла во двор двух женщин, которые самостоятельно не могли даже стоять. Их выгрузили на тротуар, после чего сопровождающие медики уехали. У одной из гражданок была загипсована нога. В итоге она просто упалзла по дороге. Вторая, говорят автор обращения, просидела до вечера, пока ее не забрала скорая помощь. Ивановцев интересует, что это за медицинская доставка и почему женщин в беспомощном состоянии бросили на улицу. Наша редакция направила официальный запрос руководству больницы. Теперь расскажем о погоде на ближайшие сутки. Регион Аква. Официальный поставщик систем очистки воды в Ивановской области. Консультации, установка, обслуживание. Полный комплекс услуг под ключ для дома и производства. Звоните. В субботу в нашем регионе нас ждет облачное с прояснениями погода. Температура воздуха днем плюс 23-25 градусов. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме составит 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 42 процента. Первый день осени будет по летнему жарким. Воздух прогреется до 28 градусов в дневные часы. Большая школьная распродажа в текстильном центре Рио. Только с 25 августа по 15 сентября. Товары для школы в розницу по оптовым ценам. Приглашаем в Рио. Сразу после новостей объявление в городской хронике. Если у вас есть тема для репортажа, интересное видео или замечания, пишите нам на сайте Ивановой Ньюс в разделе «Контакты» в группы Барса в соцсетях «Контакте» или «Одноклассники». Также обращайтесь с мессенджера, телеграмм, вайбер, ватсап по номеру, который видите на экране. На этом все. Итоги дня продолжим подводить в 20-30. Видеоплатформа YouTube по России замедляется. Барс продолжает работать. Вы можете смотреть все передачи и репортажи на нашем сайте Ивановой Ньюс. А также все новости Кубернии и самые интересные видео мы выкладываем в соцсетях. Выбирайте удобный формат. Подписывайтесь на Барс ВКонтакте, Одноклассниках, Дзене или смотрите нас на Рутюбе. Барс всегда рядом. Редактор субтитров А.Семкин